Я представил себе интеллигентнейший 19 век на Руси. Столько классиков, и представляете, в то время был бы интернет. Комментарии на форумах, наверное, не сильно отличаются от нынешних. Например, Гоголь пишет у себя в блоге. Сегодня отправил в печку второй том «Мертвый душ». Первый коммент — «Автар, ты жжёшь». Второй коммент — «Ржу не могу, хохлы уже топят печки книгами». Ну, это знатоки интернета, словечки угадываю. Третий коммент — «Гоголь не хохол, придурки, да здравствует Малороссия». Коммент от юзера с ником Достоевский — «Ты кого назвал придурком, идиот?». Пятый коммент — «С ником Достоевский, сиди в Польше». Достоевский это пишет человек с аватаркой Пушкина «Домой к себе в Африку». Пушкин — «Вы, сударь, право, без морали. Не стрёмно встретиться в реале?». Коммент от анонима — «Курсы профессиональной стрельбы». Наш сайт — «Дантесмартынов.ру». Появляется юзер с ником Толстой. Да, мутная поляна. А я вот за ночь набросал четвёртый томик «Войны и мир», читать по этой ссылке. Сообщение модератора — «Пользователь Толстой отправляется в банк за регулярный спам». Коммент от анонима — «Всех не забаните!» «Долой самодержавие! Государь-император Мурло! Завтра в шесть митингов на Сенатской». Юзер с ником Оскар Вайлд — «А гей-парад будет?». Юзер с ником Бенкендорф — «Помедленней, пожалуйста, я записываю». Аноним — «От страха я готов пипи в начале вычисли ай-пи». Бенкендорф — «А мне не нужен ай-пи, я узнал ваш эпиграммный стиль, Михаил Юрьевич». Кстати, заходите на сайт «Мартынов.ру». Лермонтов — «Зашёл, спасибо за ссылку». Сложно, да, сложно. Не для всех. Появляется, он знает, одна там. Появляется юзер с ником Леопард Петрович. Эксклюзивные материалы. Женщину размазала поездом, жми сюда, модератор. Даже идиот поймёт, что Леопард Петрович — это второй аккаунт Льва Николаевича. Хватит спамить. Гоголь, друзья, вообще-то вы на моей странице. Комментарий от юзера с ником Сальери. Автар, выпей яду. Ура. Ура.